Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Утром молюсь каждый раз молитвенным правилам, а вечером очень тяжело. Либо засыпаю во время молитвы, либо забываю совсем. Ни на работе, ни дома не успеваю. Почему так происходит и как наладить вечернюю молитву? Вопрос очень актуальный. Кто благочестив и благолюбив, тот не понимает, как это можно вечернюю молитву не прочитать. Да я умру, но не лягу, не прочитав. Но слаб человек, друзья мои. Друзья мои, благочестивые фарисеи. Слаб. И не все так могут. Мамочки, кормящие, беременные, мужички работающие. Особенно за компьютером. Знаете, нам кажется, что ух, шахтеры устают. Устает? Еще как устает. А те, кто за компьютером работают, глаза и мозг устают так, что только где-нибудь сев, они сразу, мгновенно засыпают. Физическая усталость минимальная, но усталость интеллектуальная на максималках. И люди умственного труда знают, как непросто помолиться после непростого трудового дня. А кто работает так физически на износ, у них молитва теплится, как если бы они Христово очень видели. Как у апостолов Иоанна, Якова и Петра, которые говорили, добре нам с дебыти. И вот человек, утомившись физически в конце рабочего дня, он молится легче. Ну, может быть, со своего собственного опыта вы это знаете. А когда ты целый день занимаешься бухгалтерской работой, пишешь таблицы какие-то, что-то программируешь, мозг устает, и тебе проще пробежать 3 километра по городскому парку, нежели 10 минут помолиться. Мозг устал. Ведь молитва — это не просто вычитывание положенного правила. Молитва — это возношение ума и сердца ко Господу Богу. Если что-то одно из этого не работает или работает в полсилы или в холостую, то это как бы не совсем молитва. Это вычитывание. Как иногда спрашиваешь после исповеди потенциального причастника. К причастию готовились? Говорят, да, всё вычитала. И хочется маленькую лекцию прочитать. Ну, за ней ещё много человек стоит, думаешь. Ну, а помолиться получилось? Ну, чуть-чуть получилось. Ну, хорошо, иди причащайся. Что же делать? Как молиться? Вы замечали, что вечернее правило делится на две части. И, по идее, достойная есть, которая находится, которая должна находиться в конце молитв, находится где-то после прочтения двух третий из них. А потом дальше начинается следующая молитва. Так вот, тут достойная есть молитва. Можно прочитать по дороге домой. С телефона, с карманного молитвослова. И пусть и сидя, пусть не крестясь, пусть в не очень способствующей молитвенному уединению и тишине обстановки, всё равно эти молитвы прослушать. Максимально стараясь вникнуть в их смысл. Максимально углубляясь в них своим сердцем. А те молитвы, которые после достойной есть, прочитать непосредственно перед отходом ко сну. Господи, неужели мне одр сей гроб будет? Или ещё каянному душу восставишь днём? Предполагается, что одр где-то тут рядом, когда ты читаешь эту молитву. Можно даже рукой показать и задуматься, проснусь я завтра или не проснусь. Господи, спасибо за день грядущий, благодарю тебя за это, благослови на ночь грядущую. Поэтому можно вот так. Знаю, что некоторые, кто делит молитвы иное правило на две части, всё равно вторую часть не прочитывают. Поэтому, в принципе, можете по дороге домой читать всё молитвенное правило, только достойное есть и с середины чинопоследования молитвенного уже отправлять в конец. Ну, оставьте перед сном одну последнюю молитвочку. В родстве Господи придут дух мой, ты же меня благослови, ты меня помилуй, и живот вечной даруй мне. Или по-русски жизнь вечную даруй мне. Если молитвенное вечернее правило как-то уже наизусть изучимое, вот просто льётся, как ручеёк на автомате, и мне ум, мне сердце с этими словами не поспевает, сколько минут вы молитесь? Минут 20, 15, 10? Вот это время почитайте другие молитвы. Гимны Семёна Нового Богослова, или Григория Богослова, или Псалтирь, или купите часослов, или скачайте в интернете, и почитайте положенное этому времени суток правило, утреннюю, вечернюю, повечеря, первый, девятый час. Попробуйте. Всё равно оно не будет прямо так совсем привязано к положенному для прочтения этих текстов времени, но всё равно они так или иначе связаны с молитвами, с временем. Отходы ко сну, и, может быть, вас немножко взбодрит своей новизной. А потом можете снова возвращаться к вечернему правилу. Опять же, если вы сильно устали, и уже сил нет встать на ногах, присядьте на стул, в кресло, может, даже чуть-чуть так, на спинку облокотившись, и в таком некотором спокойном состоянии тела, думая ни о спине, ни о ногах, ни о том, когда же это всё закончится, просто открой молитва слов и спокойно прочитай. Не в ритме работающего трактора или бензопилы, а спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой. Отче наш, и же си на небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси, на земли, а не как в храме. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. В храме так положено читать, чтобы без эмоций, без каких-то чувств ччица, если как-то вы смущаетесь от молитв сидя, можете поставить табуреточку перед иконостасом, встать на коленки перед ней, облокотиться на неё. И вот в таком положении, когда спина не болит, и ноги уже не болят, или ещё не болят, можно тоже помолиться. А ложишься спать, ничего не прочитал, как в семинаре говорят, святый Божий и на ложе. Святой Коностас молит Бога за нас. Лежишь и читай, пока не заснула Иисусову молитву. Господи Иисус Христиан, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Знаете, 50, Псалом 90, какие-нибудь другие молитвы. Пока ещё не заснула, эти короткие минуты, читай про себя его. Если знаешь наизусть вечернее правило, то, наверное, не стоит его читать прямо так. О, лягу и прочитай его, лёжа. Нет, как-то оно не то. Но те молитвы, которые знаешь, читай. Лучше заснётся, чем этот телефон смотреть и пытаясь словить последние ненужные новости сегодняшнего дня. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok